доброго времени суток дамы и господа сегодня я для вас подготовил личный топ игр 2022 года этот ролик должен был выйти 31 декабря но тот кто на меня подписан знает что я перенес данный выпуск чтобы просто не повторяться с поздравлениями так как я стараюсь выпускать ролики по субботам и воскресеньям а в 2022 году 31 была суббота а первое число воскресенье тупо повезло что сказать но это ладно теперь друзья моему каналу нет еще года многие игры на которые я делал обзоры были выпущены уже давно многие даже сейчас находятся в раннем доступе игры же о которых я вам расскажу сегодня действительно по моему мнению годные и в них надо обязательно поиграть если вы по какой-то причине их пропустили все игры вышли именно в 2022 году и на все игры есть обзоры на моем канале в будущем данные ролики будут выходить каждый год правда я не думаю что в таких роликах будет много игр вы же знаете меня я игрок с большим опытом поэтому 80 процентов игр я осуждаю да и канал я веду можно сказать по двум основным жанрам в общем запасайтесь провизии я же налил себе кофе по-ирландски и мы начинаем 26 апреля 2022 года из раннего доступа вышел король артур в стиме примерно из 4 с половиной тысяч отзывов оценка очень положительная как по мне это самая годная инди игра 2022 года невероятно темная атмосфера очень интересные бои где искусственный интеллект может удивить ваша задача проста привести камелот в прежний вид и победить зло в игре есть прокачка основного героя прокачка рыцарей камелота можно из рун составлять билды выборов конечно особо нету все что вы решаете какому рыцарю жить а кому пора закончить свой путь но наблюдать за историей интересно и хоть сюжет простой он интригующий бодрые синематики и великолепное музыкальное сопровождение король артур в моем сердце сейчас у игры есть dlc и тем кто пропустил эту тактику в 2022 году рекомендую поиграть подробный обзор есть у меня на канале поехали дальше warhammer 40 тысяч чаус гайд открытие для меня игра вышла 5 апреля 2022 года из почти 6 с половиной тысяч отзывов steam оценка в основном положительная игра старается быть похожей на x-com но процент попадания по врагам тут сделан более адекватно в вашем распоряжении будет корабль на котором вы будете бороздить космос искать и уничтожать силы хаоса корабль можно прокачивать ремонтировать есть исследование подвезли диалоги есть даже выборы играть же вам предстоит за серых рыцарей их тоже можно качать обувать одевать есть уникальные классы и команда которую вы соберете на бой должна быть хорошо сбалансирована в общем любителям тактики и стратегии должно зайти игра правда может задушить миссиями где надо выполнять по сути одни и те же задачи да и для тех кто не знаком со вселенной вникнуть в игру будет немного сложно мне благо помогали подписчики поэтому во время прохождения как-то было полегче но как ни крути у игры есть много плюсов и пропускать я думаю ее явно не стоит kingdom rush да да простая добрая прикольная игра вышла 14 июля 2022 года из 788 отзывов steam имеет оценку смешанную но не знаю что там кому не понравилось я обзоры на игры не читаю я игру прошел мне она зашла обзор есть на канале в нее правда можно залипнуть да если у вас есть дети и вы хотите познакомить их с тактическими играми kingdom rush как нельзя кстати mountain blade 2 состоялся релиз долгожданной песочницы долгое время она была в раннем доступе фанаты ждали и надеялись что выйдет шедевр на все времена в стиме из 167 тысяч отзывов оценка у игры очень положительная я познакомился с проектом где-то в середине 2022 года считаю проект достойным и интересным вы создаете героя собираете армию грабите караваны сопровождаете караваны занимаетесь ремеслом торгуете служите королеве и участвуйте в битвах на арене есть спутники есть семья есть возможность иметь собственный замок война битвы романы предательство и возмездие за предательство путешествуя по глобальной карте вы можете найти множество интересных занятий в игре уйма механик и она поражает своими масштабами в ней действительно можно спокойно наиграть тысячу часов разработчики постарались передать средневековую жизнь максимально приближенную к реализму тут нет магии нет драконов но фанаты всегда готовы помочь игроку модами и модов на игру прилично в общем если вы хотите залипнуть средневековую песочницу то лучшей игры просто нет если вы по какой-то причине никогда не слышали о игре то самое время с ней познакомиться souls ties инди игра темный фантастический ролевой слэшер есть сюжет он недушный за ним приятно наблюдать неплохая графика и вполне добротная боевка плюс хорошее музыкальное сопровождение эта игра для тех кто просто соскучился по коридорным локациям и хочет красиво попинать мобов из почти 800 отзывов steam оценку игры в основном положительная меня игра зацепила давно просто не выходила годных слэшеров да и своей атмосферы игра мне немного напоминает devil mccry те кто ее пропустил советую присмотреться и на этом друзья все мой топ закончен да я понимаю есть elden ring god of war horizon выходил elix stray но все эти игры мною лично до конца пройдены не были elden ring я естественно рекомендую это хит атака это мастер god of war тут спорно ролик выйдет позже horizon я пропустил а elix 2 не осилил ибо просто игра не растет stray так то вообще не для меня поэтому скажу что год выдался так то себе на достойные игры но не будем печалиться 2023 год обещает быть жарким многие игры выйдут из раннего доступа нас ждут крутые проекты интересные инди игры и я даже сейчас могу сказать что в 2023 году выйдет как минимум одна легендарная игра я уверен что ларины не подкачают все что нам остается делать это жить и ждать и надеяться что мир окончательно не поедет кукухой и даст пожить спокойной жизнью нам простому народу на этом у меня все всем добра и до новых встреч